здравствуйте друзья это мой первый выпуск передачи который называется разоблачает дух заблуждения я изначально хотел записывать это в видео но так как у меня нету нормальной камеры до сих пор я решил писать это в аудио думаю что это будет довольно радикальная передача поэтому если вам трудно будет вместить все то что будет здесь раскрываться или вы будете категорически не согласны с чем-то то самое правильное решение будет выключить мою передачу если же вам будет интересно то о чем я здесь говорю тогда я вам рекомендую подписаться на этот канал чтобы всегда быть в курсе того когда выходит новый выпуск передачи ну и логически будет правильным начать с объяснения того кто такой дух заблуждения и раскрыть его методы воздействия на людей и так первое о чем я хочу сказать это цель этого духа цель духа заблуждения это сделать все для того чтобы ты не пошел дальше своего спасения чтобы ты разочаровался в боге не исполнял его волю его цель это испортить тебе жизнь чтобы тебе не хотелось общаться с иисусом чтобы ты жил обычной мирской жизнью как обычный мирской человек отличаясь только тем что ты ходишь по воскресеньям на служение может даже какие то исполняешь служение в церкви не важно но на по сути ты начинаешь жить как обычный мирской человек с обычными такими же проблемами и так далее его цель спрятать от тебя все что бог тебе дал ввергнуть тебя в постоянное чувство вины самоосуждение и самое интересное потом он хочет убедить тебя в том что это все нормально что это правильно он он ненавидит тебя и поэтому хочет уничтожить тебя а самая главная цель духа заблуждения это стать для тебя богом чтобы ты думал что с тобой разговаривает бог и слушался его во все многие попали в его сети я тоже много пострадал от него в его сети попадают как обычные христиане так и служителя церкви на каждом этапе у него есть определенная ловушка для каждого из нас он хорошо знает библию он хорошо знает тебя твои слабости и твои желания твои мечты его цель всегда всегда вести тебя по ложному пути и чтобы ты никогда не подозревал об этом суть заблуждения в том чтобы ты не знал что ты в заблуждении из этого следует вопрос как узнать нахожусь я под влиянием этого духа или нет и первый признак того что человек находится под его влиянием это то что человек даже не хочет задуматься об этом да к сожалению именно это первая причина первый признак того что человек по заблуждениям нормальный человек всегда задумывается о том правильно ли я иду правильно ли я поступаю заблуждаться человек может как частично так и глобально и только истина сделает тебя свободным только дух святой поможет тебе выбраться из этого поэтому моя рекомендация мой совет начни общаться с богом он поможет тебе встать на правильный путь идти в правильном положении правильном направлении и быть абсолютно свободным и счастливым человеком второй признак это состояние твоего сердца в чем ты живешь иисус сказал по плодам их узнаете и если ты живешь страхи в чувстве вины если ты живешь не имея радости мира покоя в своем сердце если ты часто в депрессии разочаровании то тебе стоит остановиться и задуматься что может быть что-то не так главное то что только дух святой может указать тебе истину и освободить тебя только дух святой я же всего лишь буду раскрывать в этой передаче только определенные истины и надеяться что это тебе поможет увидеть то что раньше для тебя было закрыто и так до встречи друзья в следующем выпуске пока субтитры сделал DimaTorzok